Вот так вот получилось, что комплекс «Русские усадьбы» мы снимаем практически целый день. Мы начали его снимать утром, а закончили вечером. Для того, чтобы вам показать, что же находится на шоссе западном 444. Я понятия не имею, когда это шоссе достроится, да? Но вот сегодня шоссе западное 444. Это место, где вы легко отдыхаете, потому что здесь сегодня и сейчас мегакомплекс «Русские бани». А у нас предстоит разговор особый. Разговор о том, как мы можем отдохнуть и как это надо делать в центре города. Да, понятно расположение города вокруг комбината. Да, понятен мировой уровень сервиса вокруг города. Да, понятны лучшие в мире дороги, и это благодаря руководству комбината. Но как быть внутри? А внутри-то у нас все хорошо. И мы вам с гордостью демонстрируем комплекс «Русская усадьба». Комплекс, в котором я сходу дам вам все пять звезд, а больше-то и не бывает. Комплекс с семью банями, причем выбор каждого, и это не выбор элиты. Да потому что все сделано для нормального человека. Цены человеческие, но вот подход-то нет. Вы подумайте, настоящая дровяная парилка с подсветкой, настоящие ванны с джакузи и вентиляторами, настоящие места для отдыха и настоящие телевизоры в комнатах, а также настоящие парилки типа душевых кабин и самые приемлемые цены. И все это на шоссе западном. 444. Кстати, проверьте мое мнение и позвоните по телефону. 444-164, чтобы понять цены. 1500 рублей днем и чуть дороже вечером. Ну как, настоящие мужики, наши любимые девушки, всех возрастов, как вам, а? Вот такой вот он и должен быть, дух русских бань. Конечно, были бани другие, но вот это так клевое. То есть в этом месте здесь нигде нет такого, что кто-то вам пропарится, понимаешь? Такое бывает, что кто-то парится, 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 а вверху уже жарко и не совсем хорошо. Здесь все нормально, ровненько. То есть бани хорошие, бани на дровах, естественно. На каждом этаже замечательный плазменный телевизор. Вот это еще и 3D телевизор. То есть воткнулись сюда и так спокойненько и 3D-шку посмотрели. Цена вопроса ровно такая же, как во всех банях. То есть ездить сюда надо, ездить необходимо и получать удовольствие тоже. После этого, наконец-таки, понимаешь, что надо. Сруб из оцилиндрованного бревна. И этого достаточно. Кто вообще вам сказал, что дом должен быть из кирпича? Да вы подумаете, хорошее бревно и страховка. И вот так это должно быть сделано. А пока у вас такого нет, надо попробовать. Причем без вариантов. Но русская усадьба, это, конечно, не только баня. Здесь очень, а точнее, самый качественный ресторан. И это правильно. Дело в том, что я знаю и эту форму бизнеса. То есть ресторанную. Повар берется крутой, но не самый. А вот здесь самый крутой повар. И он готовил блюда для первых лиц государства российского. И для гостей нашей страны. Я-то уж вам точно рекомендую попробовать все это. И что же мы сегодня попробуем? Стейк с чаризо и беконом. Вообще надо понимать, что вам необходимо сюда приехать. Потому что здесь супер-мега повар. Он приехал с Москвы и поднимает это место. Понимаете, да? Я посмотрю, как он работает. Да, серьезен человек. Вы это не сделаете. Понимаете? Настоящий московский стейк с чаризо и беконом. Попробуем, что это такое. И как его съесть-то надо. Разбирайся пополам. Так, сказали пополам резать. Режем пополам. Вообще, как бы много вещей я смотрел в этой жизни. А сразу захотелось в Италию. Кирчонок, супер. Вот мне нравится этот человек. Он просто сидит и смотрит, как я кушаю. Потому что единственный человек, который захотел посмотреть, что у меня. И на моем лице вы поймете только то, что в русскую усадьбу необходимо приехать. Хотя бы для того, чтобы попробовать стейк с чаризо и беконом. Хотя, такого меню нету даже у Виктора Филиппа Шарашникова. Поверьте мне. Но как здесь готовят. Это просто супер. Многие там люди говорят цены-цены. Кстати, цены здесь не все такие большие. А точнее, и не такие большие. Просто вы-то должны понять, что для вас готовит москвич. А готовится он классно. А еще вот есть такой соусок. Попробуем его. Опять меня порадовали. Что-то сногсшибательное в обыкновенном блюде. Похоже, я эту кухню понимаю. А понимает ли город Магнитогорск ваша кухня? В настоящий момент еще не очень. По той причине, что когда я каждый вечер выхожу к гостям обязательно. Беседую с людьми. Впечатления о моей кухне, о моих блюдах, о моих поварах. Потому что мне важно все. Когда все собрано в одно, значит, есть продвижение. Когда даже одно движение или шестеронку летает, движение останавливается. Поэтому, когда я смотрю и разговариваю с людьми, есть, конечно, замечания. И замечания есть положительные, те, которые я учитываю. И есть, которые не очень я понимаю. Потому что каждый шеф-повар, каждый даже, можно сказать, руководитель предприятия или что-то, или что-то, или что-то, он делает, ставит концепцию. Моя концепция такая, чтобы показать Магнитогорскому этого замечательного, обалденного города, который мне очень нравится. Потому что люди офигительные, город положительный, все устраивает, все хорошо, вся жизнь идет. Люди светлые, веселые. Да, бывают проблемы, но ничего страшного. В этом без проблем и жизни неинтересно. Так вот, когда люди приходят ко мне в ресторан, я люблю, когда люди улыбаются, когда кушат мою кухню. Я обязательно смотрю в глаза, стараюсь смотреть в глаза, и вижу результат. Бывает такое, что люди не понимают тот и ноль компонент, который я положил в отсылат. Это нормально. Как сказал великий, один из самых любимых моих шеф-поваров города Рамзи, если в одном блюде есть более 6-5, 5-6 компонентов, это уже не блюдо. Так вот, я тоже делаю таким же условием. В моем каждом блюде есть до 6 компонентов. Все. И вот это главное дело людям показать, что все зависит только от того, как они воспринимают эту еду. Ну, понятно, я просто в шоке. И только потом я понял, что это, что такое настоящий повар. Хотя ел я все, но как-то не так. И теперь и вам понять надо, и всем жителям приехать сюда. И уж 100% в течение ближайших 9 месяцев, круче, никто ваш заказ не приготовит. Поверьте. Ну, и если вы, так же, как и я, попробовали все это, и вам душа не горит куда-то ехать, что и не нужно. Второй этаж, и опять же, пятизвездная гостиница. При этом все с абсолютно нормальными ценами. То есть вообще цены не кусаются. Единственный вопрос, и это для тех, кто понимает, что отдых, в конце концов, начинается и в городе. И вот такой он комплекс. Русские бани. Точнее, не русские бани, это русская усадьба. Потому что здесь не только бани, здесь еще и ресторан, здесь еще и отель. И везде на всем этом я бы поставил пять звезд. В принципе, вы все видите. Пять звезд. Стопроцентное удовольствие. Такого удовольствия в городе Магнитогорске еще не было. И вам обязательно необходимо приехать сюда, чтобы посмотреть, насколько это клево, насколько это круто. Как вы можете попариться. При этом цена парения не такая же большая. Тысяча пятьсот рублей. Ну, и вечером две тысячи рублей. Покушать настоящую еду, приготовленную супер-мега-поваром, который вам привез это все дело из Москвы. Но в Москву-то он привез из других стран. И вы все это видели. И, естественно, для тех, кто приехал в город Магнитогорск, он может здесь спокойненько отдохнуть в нормальном гостиничном комплексе, который... Который...